Довольно часто в жизни людей возникают сложные проблемы, которые порой не под силу решить самостоятельно. Для этой цели проводят личный прием населения, чтобы как можно лучше понять проблему и приложить усилия для ее решения. В этот день на встречу пришли три человека. В основном обращались по личным вопросам. Большинство проблем, с которыми сегодня приходили наши жители городского округа Электрогорска, это личные проблемы личного характера. У всех трудности, у кого-то с высокой оплатой коммунальных услуг и невозможностью с низкой пенсией. У кого-то есть сложности по месту пребывания, то есть есть ситуация двойного гражданства, сложности с квартирой, которую разрушили в Туркменистане из-за олимпиады проведенной. И сейчас дети находятся в сложной ситуации, потому что идет подготовка к учебному году, двое несовершеннолетних детей, не на что даже купить школьную форуму. Сейчас мы над этим вопросом работаем. Во время проведения приема связывались в том числе и с руководителем социальной защиты. Завтра будет продолженная работа. Надеюсь, что сможем оказать поддержку. Важно отметить, что хотя Дума ушла на уже на летние каникулы, работа депутатов, их помощников, советников не прекращается. И сегодня мы проводим очередной прием в городском округе Электрогорск. За прошедший период, за прошедший год в Электрогорске уже собрано порядка 70 обращений жителей. Это почти все личные обращения. Большинство из них уже решены. Некоторые, наиболее сложные, находятся еще в переработке. По всем поступившим во время приема обращениям работа уже началась. Заявителям даны необходимые разъяснения и рекомендации. Кроме того, 24 июля Ленара Самединова совершила объезд предприятия «Кроношпан» и городской больницы. Побывав на «Кроношпане», советник-председатель Мособлдома познакомилась с особенностями производства, посетила его площади, современные складские помещения, ознакомилась с выпускаемой продукцией. На встрече с сотрудниками она рассказала о себе, узнала о проблемах, которые волнуют руководителей и сотрудников. Я старая жительница Кайбурска. Вопросов много, но вот самое такое. Должны все сделать, все готово. Предприятие «Бронзалово» перейти слышали? Конечно. Опять были выбросы, вот неделю назад. Есть еще вопросы? По экологии, просто я хочу это дополнить. Очень важно, прям сразу вы поняли, что вода из края, типа оранжевого цвета, запах какой-то резкий. Так вам скажу уже. Вам нужно сразу же звалить 112 и фиксировать. Даже я вам честно скажу, если мы говорим про воду, например, то сфотографируйте, что она оранжевого цвета. Потому что потом невозможно найти виноватого. Невозможно никому сделать какие-то предписания, штрафные санкции наложить и так далее. Получается, что мы знаем о проблеме и не можем доказать, что вредитель и носитель этой проблемы – это конкретное предприятие. В ходе рабочей встречи Ленара побывала в городской больнице, пообщалась с персоналом. Из важных проблем – зарплата и предоставление жилья медицинским работникам. В числе вопросов – благоустройство территории больницы. У нас, когда выходишь из поликлиники, вот дорога, там желательно сделать стойки бы еще. Потому что вот эти лужи, которые образуются, постоянно приходится их обходить кругами. Подожди, в дорожке поликлиники? А взрослых поликлиники? Сразу по лестнице поднимаешься и встаешь после дождя около большой лужи. То есть внизу здесь, да? Подлесишься? Прямо. Вот на самой дороге получается очень большая лужа. И даже если это по краям, ее приходится обходить либо в круговой сервистор. Все вопросы приняты к сведению и будут рассмотрены в ближайшее время.